МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подписывайтесь на наш канал, а мы сегодня узнаем, о чём должна знать роженица, когда поступит в роддом. Смотрите в программе. Вы приехали в роддом. 10 важных советов, как вести себя в родах. Фитнес во время беременности. Можно, нужно. Правила безопасности. Почему младенцы так вкусно пахнут? Пять причин. И рецепт. Финский суп с рыбой. В прошлых выпусках маминой школы мы уже говорили о том, что не стоит перекладывать всю ответственность на врачей. Они, конечно, будут рядом, но многое в родах зависит от женщины. Как вести себя в роддоме и с чем может столкнуться будущая мама, нам сегодня расскажет ведущая курсов по подготовке к родам и акушерка Майя Козерова. Майя, добрый день. Здравствуйте. Майя, как правильно выбрать время, когда в роддом отправляться? Потому что нет большого желания очень много времени там провести, приехать слишком рано. Ну и как-то совсем не хочется дотянуть до такого состояния, чтобы в лифте роды начались. Хороший очень вопрос, потому что действительно многих беременных беспокоит, особенно в первую беременность, как бы не проспать начало. Здесь я всегда спешу утешить, что на начало родов вы точно не проспите. Более того, я бы даже советовала вам их проспать, потому что родный процесс, как правило, не быстрый. В акушерском мире принята формула 5.1.1. То есть мы дожидаемся того момента, когда интервал между схватками устанавливается в 5 минут и менее. Это первая цифра 5. Для длиться сама схватка в течение 1 минуты и длиться всё это на протяжении как минимум часа и более. Но тут, конечно, есть разного рода нюансы в зависимости от тех событий, которые происходят. Если всё благополучно, мы дожидаемся совершенно спокойно по этой формуле. Здесь есть разница в том, первые роды у женщины или не первые. Потому что если у неё в анамнезе уже есть роды вагинальные, то это та точка, до которой мы сидим и сразу же едем. То есть если первородящим, можно ещё сказать, ну, посиди. Если не долго ехать, если не вечер и пробки, можно подождать и подольше, если маме спокойно и комфортно, и нет никаких сигналов беспокойства. Но повторно родящие в этот момент точно уже прям вот выдвигаются в родильный дом. Им надо быть чуть шустрее. Майя, когда женщина приедет в роддом, кто её там встретит, и что ей нужно будет делать в приёмном отделении? Или там всё сделают за неё? Ну, мы не марионетки, мы взрослые люди, никто за нас ничего не сделает. Всё-таки мама приехала в родильный дом рожать своего ребёнка. Встречает вас в родильном доме акушерка приёмного покоя. Её функция – вас опросить, осмотреть, завести историю родов, задать вам тысячу и один вопрос, на который вы уже отвечали в течение беременности, и после этого сопроводить на санитарную подготовку. И здесь очень часто мне задают вопрос, нужна ли клизма и бритьё промежности, обязательно ли это, почему-то многих это беспокоит. Нет, это не обязательно, более того, это не рекомендовано клиническими рекомендациями, по которым сегодня работает акушерская линкологическая служба. Майя, если вы уже об этом сказали, то, может быть, и упомянёте о том, что с собой в роддом женщине надо взять. Это должны быть, допустим, три разные сумки. Отдельно сумка на роды, отдельно сумка для малыша, отдельно сумка на послеродов. Не обязательно, чтобы это были разные сумки или именно сумки. То есть важно, чтобы это был какой-то, условно говоря, полиэтилен. Можно взять обыкновенный новый, не шуршащий пакет, купить и туда сложить. Просто вот это зонирование по разным сумкам делает более комфортным поиск необходимых предметов. И поэтому, как правило, женщины всё-таки делают пакет в предродовую, пакет на послеродов. И отдельно пакет на выписку привозят, а уже, как правило, к выписке родственники. Что с собой необходимо взять? Конечно, вы можете сфотографировать. Более того, наверное, стоит это сделать в приёмном покое. Как правило, висит какой-то желательный список от конкретного родильного дома. Но я всегда советую взять побольше родовых прокладок. Они могут так и называться. Прокладки гинекологические, прокладки для родов. Или урологические прокладки. Такие большие, смешные, старомодные, без крыльев, без каких-то липучек. Потому что в родовом зале мы находимся без нижнего белья. Так положено, так заведено годами. Впитывающие пелёнки подкладные тоже полезная штука. Не всегда и не в каждом родильном доме их выдают. Обязательно берите с собой воду, какой-то небольшой перекус. Потому что не в каждом родильном доме ваш покормят. А женщина, которая голодна, она хорошо рожает не сможет. Потому что роды – это всё-таки достаточно затратный процесс. И обычно я советую взять что-то небольшое, эмоционально значимое для женщины. Это может быть фотография семьи, для кого-то это иконка, образок. Музыка может помочь. Ну, то есть такие вот элементарные вещи, которые будут создавать настроение родов. Бывает, что врачи запрещают женщине во время беременности заниматься спортом. Возможно, для того, чтобы перестраховаться. Но даже если женщина до этого не увлекалась фитнесом, то ближайшие 9 месяцев лучше провести активно. Важные правила озвучит супермама Таня. Во время беременности не все виды тренировок доступны женщинам. До 14-й недели фитнес-тренеры не рекомендуют заниматься в зале. Но утверждение движения жизни актуально даже в ожидании малыша. И если нет противопоказаний от доктора, в качестве физнагрузки могут быть пешие прогулки, плавание в бассейне и грамотно подобранные упражнения. Вы стараетесь минимизировать нагрузку на область живота. То есть ни в коем случае не выполнять упражнения на пресс, не выполнять планки. Конечно, не выполнять никаких упражнений, которые увеличивают внутребрюшное давление. Например, прыжки или подъем тяжести. Вам важно в первом триместре работать со стопой, потому что под действием гормона релаксина, прогестерона, соединительная ткань становится более эластичной, более податливой. И ваша осанка, ваши стопы будут уплощаться, осанка будет изменяться. Очень важно работать над мышцами. То есть вы подключаете в тренировку упражнения на мышцы стоп. Второй важный момент первого триместра – это работа с дыханием. Очень важно освоить технику полное дыхание, очень важно работать с диафрагмой, чтобы качественно снабжать кислородом будущего ребенка, ну и, конечно же, себя. Самый безопасный период для тренировок – второй триместр беременности. В это время нужно готовить свое тело к родам. Специалисты рекомендуют уделить внимание дыхательным мышцам, работать с диафрагмой и тренировать выносливость. Во втором триместре у нас появляются некоторые корректировки по исходным положениям. То есть мы уже все время беременности не пребываем на спине, мы не пребываем в положении стоя все время тренировки. Мы пытаемся положение менять. Большая часть урока уже на боку, уже в положении беременная кошка на четвереньках, и можно в положении стоя, сидя на футболе и так далее. Специалисты по фитнесу для беременных считают, что во многом правила фитнеса в третьем триместре – те же, что и во втором. В этот период исключены упражнения в положении лежа на животе. В этот момент увеличивается нагрузка на поясницу, поэтому специалисты рекомендуют уделить внимание мышцам спины. Здесь важно уметь расслаблять спину и еще важнее ее укреплять. Очень важно в работе с осанкой и со спиной, мы работаем также и над нашей нервной системой, то есть мы включаем упражнения на мужичок, на зрительный анализатор, для глаз мы делаем упражнения, чтобы вы, на вестибулярный аппарат, чтобы ваша нервная система могла эту пастуру тела удерживать в качестве хорошем, а не изменять ее. Тренеры сравнивают роды с важным стартом, где точно пригодится выносливость. Девять месяцев ожидания малыша – это время для подготовки к этому старту. К тому же тренировки помогут после родов вернуться в форму гораздо быстрее. Вместе с акушеркой Майей Казиоровой мы пытаемся построить стратегию поведения в родах, чтобы понимать последовательность и в роддоме не растеряться. Майя, кто женщину в роддоме встретит, мы уже поняли. Кто в процессе будет ей помогать и как ей с этими людьми найти общий язык? И надо ли это делать? Обязательно надо, потому что эти люди взаимодействуют и с мамой, и с малышом напрямую. Очень важно, чтобы взаимодействие сложилось хорошее, душевное, доверительное. Потому что сейчас стало достаточно модно в суду ругать врачей. Я всегда выступаю за то, что роды – это не пространство для войны, это не военные действия. И хорошо бы, чтобы малыш рождался в пространстве любви и уважения. Мы встречаемся в родах с акушеркой, это средний медицинский персонал, это такая модная медсестра, как я говорю между собой. Продвинутая. Которая взаимодействует с женщиной чаще всего. Исторически ее прообраз практически матушка такая или бабушка. То есть она почаще заглядывает, она осведомляется о самочувствии рожениться, она может подсказывать что-то по поведению, дыханию и в дальнейшем по подугам. Она выполняет назначение врача. Именно акушерка в свои руки в нормальных родах. Нормальные роды – это термин, это не жаргон. Принимает малыша и потом его обрабатывает. Также она помогает приложить ребеночка в груди после родов. Второй человек, ну не по значимости, просто я перечисляю, да, это врач-акушер-гинеколог. Тот, который наблюдает ход рода в случае необходимости, делает какие-то назначения, которые в дальнейшем выполняет акушерка. И если роды идут каким-то совсем неблагожелательным образом, что требуется серьезное вмешательство, да, серьезная помощь, тогда доктор уже достает свой хирургический арсенал. То есть приходит к оперативной помощи. Может ли доктор с роженицей разговаривать какими-то медицинскими терминами на своем профессиональном языке, и она его не поймет? Ну, безусловно, может. Вообще сленг, да, профессиональный язык – это всегда была такая возможность микросообщества профессионального отделиться, да, отделить своих от чужих. Но в обязанности доктора, акушерки, любого другого медицинского работника входит доступным языком общаться с женщиной, объясняя ей ход процедуры, цели, ради которой она назначается и так далее. Поэтому женщина, безусловно, в уважительной форме, конечно, вправе требовать, если вдруг в суете или от дурного настроения усталости ей это не объясняют или объясняют каким-то медицинским сложным языком, пусть она просит объяснить это по-человечески, это вполне нормально. Ну и в данном случае я, конечно, бы хотела акцентировать внимание на том, что, к сожалению, сегодня родильные дома и вся эта система акушерская построена таким образом, что на личный контакт медицинского персонала и женщины очень мало времени и очень много бумажной или электронной работы. Соответственно, женщине стоит не просто уповать на то, что мне обязаны, мне должны, да, все-таки я сама как-то подготовиться с этими терминами, ознакомиться минимально, хотя бы. Согласна. Когда женщина приезжает в роддом, лечь, лежать и ждать, когда малыш появится. Это хорошая идея? Смотря о какой женщине мы говорим и как протекает ее беременность. Но судя по вопросу, я думаю, что все-таки речь про здоровую беременную, с нормально протекающей беременностью, нет. Тогда это не хорошая идея. То есть в отделении патологии беременных, а именно туда госпитализируется женщина, мы можем госпитализировать беременную с какими-то особенностями. То есть когда у нее есть проблема, которую нужно полечить. Если женщина просто достигла срока гестации, да, то есть мы не говорим о дате родов, мы говорим о сроке родов, который длится в течение пяти недель. Сколько она там будет лежать? К сожалению, там достаточно сильно ухудшаются показатели здоровья из-за того, что женщина лишена возможности нормально двигаться, из-за того, что она не видится со своими близкими, у нее элементарная недотроганность такая случается. Снижаются биохимические даже показатели, потому что в состоянии стресса, а разлука с близкими, чужое место – это так или иначе стресс, родам сложно начаться нормально. И статистика неумолимо говорит о том, что женщины, которые переходят в родовый блок из отделения патологии беременности, они имеют худшие перинатальные исходы по сравнению с теми, кто приехал на роды из дома. Ну, я имела в виду, Майя, вот когда женщина приезжает в роддом, ей там надо двигаться, ходить, искать какую-то позу, или лучше вот там вот лечь и лежать, и ждать, когда же малыш появится. По возможности, конечно, если выпускают, это звучит ужасно, но если есть возможность сбегать на прогулки, если есть возможность где-то в коридоре, в холле, делать гимнастику, шевелиться обязательно. У меня даже на гимнастику для беременных некоторые приходят из стационара. Они говорят, мы не можем, мы тут уже закостенели, мы аккуратненько в уголочке в палате занимаемся. Молодые мамы обожают нюхать своих малышей. Действительно, у новорожденных какой-то невероятный запах. Правда, он улетучивается очень быстро. А вот почему младенцы так вкусно пахнут? У них на это целых пять причин. Молодые мамы обожают нюхать своих малышей. Новорожденные действительно вкусно пахнут, и запах нравится не только их родителям, но даже посторонним людям. Это доказали с помощью эксперимента, в котором участвовали женщины. Половина из них недавно родила, остальные не рожали никогда. Испытуемых просили понюхать одежду малышей в возрасте от двух дней жизни и наблюдали за активностью мозга женщин. Выяснили, что и рожавшие, и не рожавшие одинаково реагируют на запах младенцев. И есть несколько версий, почему же малыши так приятно пахнут. По одной из теорий, аромат исходит от химических веществ, которые выделяются с потом. Но метаболизм новорожденного меняется, поэтому запах со временем исчезает. Было мнение, что это запах первородной смазки и околоплодных вод, в которых кроха долго плавал до того, как появится на свет. Но исследователи сравнивали химический состав. Оказалось, что некоторые компоненты совпадают, но отличий все же тоже много. А может, запах – это опознавательный знак? Особый аромат заложен природой для того, чтобы мама могла найти своего малыша. Такие исследования тоже проводились. Результат – 90% матерей опознали своих малышей, просто понюхав их. Психологи считают, запах новорожденных усиливает связь матери и ребенка. Как показал процесс эволюции, это необходимо для выживания младенца. Малыши также быстро привыкают к запаху мамы. Они успокаиваются, когда лежат рядом с одеждой или подушкой матери, а также вдыхают запах ее молока. Аромат малыша делает маму счастливой, потому что стимулирует выработку дофамина – гормона, который дарит нам чувство удовлетворения и может превратить в радость рутину по уходу за ребенком. А еще помогает матери справиться с нервами и переутомлением. А кушерка Мэя Казиорова каждый день встречает рожениц и младенцев, поэтому к ее рекомендациям точно стоит прислушиваться. Сегодня она рассказывает, как вести себя в роддоме. Майя, ребенок родился. Его отдавать врачам для того, чтобы они за ним понаблюдали, а мама отдохнула? Или наоборот, настаивать на том, чтобы ребенок оставался с мамой неразлучно? Ну, на самом деле, сейчас после вагинальных родов практически везде малыша маме выкладывают на грудь, но потом бывает, что в некоторых родильных домах ребеночка уносят в детское отделение, мотивируя это тем, что мама устала после родов ей необходимо отдохнуть. Я, безусловно, согласна с тем, что и мама, и малыш устали в родах, но им хорошо бы отдыхать в объятиях друг друга, потому что природой, биологически этот процесс очень сильно продуман и сделан удивительным образом так, чтобы мама и малыш буквально жизненно зависели друг от друга. ребенок, находясь в объятиях мамы, он очень быстро и комфортно адаптируется к внешнему миру. Она его обнимает, после родов она тяжело дышит, касается дыханием его лица и таким образом как бы напоминает ему, в этом мире нужно дышать, в этом мире совсем другие правила. он достаточно скоро, находясь рядом с грудью, чувствует ее аромат, начинает просить грудь, мама предлагает ему грудь, и таким образом при сосании стимулируется выброс естественного окситоцина, который отвечает за сокращение матки. Это абсолютно естественная, бесплатная, природная профилактика послеродовых кровотечений. Поэтому, безусловно, даже согласно нашим клиническим рекомендациям, мама и ребенок должны находиться вместе неотлучно. А вот если моя женщина после операции, допустим, кесарево сечения, и вставать ей нельзя, она сможет лежа ухаживать за новорожденным ребенком? После операции все упирается в возможности стационара, потому что, ну как бы, в России мир не ограничивается, да и у нас страна большая, и есть столица, есть регионы, и там акушерская помощь организована, к сожалению, сильно по-разному. Так организовать возможно, чтобы мама даже послеродов кесаревым сечением не разлучалась с малышом, а он с ней. Но важно, чтобы это была хорошая, достаточно широкая функциональная кровать, где мама с малышом комфортно разместятся. Замечательно, если есть возможность присутствия родственника уже в послеродовой вот этой палате, для того, чтобы он мог поухаживать за малышом, например, там что-то помыть. Но если, к сожалению, такой возможности нет, то мы... Но сейчас на карантине не пускают родственников. Сейчас, да, к сожалению, в связи с карантином, это такая очень печальная история. Майя, вот тот малыш, которого унесли в детское отделение, и с мамой разлучили, он там чем занимается? Его там качают, жалеют, когда он плачет, там как-то успокаивают. Ему там хорошо? Хорошо бы, если бы вы там качали, жалели и любили, и разговаривали. Но чаще всего, конечно, это не так, потому что такой должности в штатном расписании родильного дома, как сиделка или няня, или качальщица и утешальщица детей, просто нет. Дети находятся в отдельной комнате, они там в этих вот пластмассовых коробочках на колесах, я специально не называю их кроватками, находятся в этой комнате. Медсестра, как правило, в смежном каком-то помещении пишет журналы, разводит смесь, даёт её детям по часам. Если ребёнок плачет, ему просто дают вот эту резинку, пустышку в рот, потому что, ну, допустим, там 12 ребятишек или даже 10. Одна медсестра, она не в состоянии их всех качать, да и, в общем-то, это не предписано её должностными инструкциями. Она должна производить присмотр и уход. Вот и всё. То есть при любом раскладе рядом с мамой ребёнку будет лучше? 100%. И можно я добавлю, это очень важно. Достаточно часто молодых мам, особенно неопытных, пугает фраза «мы заберём его понаблюдать». Так вот я ответственно заявляю, что если речь идёт об обычном детском отделении, не об отделении реанимации, выхаживании недоношенных, например, то родная мама, у которой вот один-единственный, ну или двое ребятишек, она за ним будет присматривать куда как тщательнее, внимательнее, чем медсестра, у которой есть много других обязанностей за большим количеством детей. Сегодня мы разбираемся, как вести себя в роддоме. Сделаем небольшой перерыв для перекуса. Супермама Катя покажет, как приготовить финский суп с рыбой. Пробуем новый рецепт. Привет, это Катя. А сегодня готовим американское блюдо – суп чаудер Аляска. А Аляска – это значит красная рыба. Все ингредиенты очень простые – это картофель, лук, морковь, рыба, сливки и бульон. И само приготовление займёт не больше получаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы не уверены в том, какого качества картофель, то его можно отварить заранее, потому что рыба сварится достаточно быстро. Нужно пассеровать лук с чесноком, затем добавить морковь, и следом рыбу коварится наш картофель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное – запечатать рыбу в сотейнике, чтобы она покрылась так называемой корочкой, а затем полуготовый картофель нужно отправить к этой самой рыбе, а затем всё залить овощным бульоном, который у меня приготовлен заранее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чеснок нужно вытащить из блюда, но добавить вместо него немного соли и перца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чаудор достаточно густой и сытный суп, и чтобы сделать его более кремовым и нежным, нужно подлить в него немного сливок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все рецепты мы храним на Ютьюбе Маминой школы. И чтобы вы ничего не пропустили, рекомендуем подписаться. Тогда обновления не пройдут мимо вас. А мы продолжаем готовиться к родам. Майя, как помочь себе и ребёнку? Есть ли какие-то действенные способы дыхания или позы, которые бы вы порекомендовали? Я стою на том, что мы все разные. У нас разное тело, у нас разный темперамент. И малыш внутри тоже у каждой женщины разный. Поэтому универсальных именно поз дыханий, конечно же, быть не может. Но в течение беременности у женщины достаточно много времени для того, чтобы найти свои варианты. Их предлагают разного рода курсы, и я в том числе в большом количестве. Что точно я могу рекомендовать и что точно будет помогать всем? Дыхание долгое, с акцентом на выдохе. При этом я не люблю рекомендовать большое количество дыханий. Знаете, даёт список 15 дыханий и такое, и сякое, и ещё какое-то спадвы подвертом. На самом деле, если мы говорим о том, что род – это естественное событие в жизни женщины, то не нужно ничего выдумывать особенного. Правило, когда мы расслаблены и спокойно, мы дышим размеренно. Мягкий вдох и мягкий выдох. Будет замечательно, если мама будет помнить о том, чтобы нижняя челюсть, вот этот носогубный треугольник, был расслаблен. Потому что проективно они связаны с мышцами тазового дна и шейкой матки. То есть челюстные мышцы мы обязательно расслабляем, делаем, как мы это называем, такое глупенькое лицо. Если вдруг… Вот ещё один совет, который очень-очень может пригодиться. Если вдруг одолели мысли, тревожные мысли, беспокойство, то нужно, точнее можно, можно посчитать. Например, раз, два, три, четыре, чего-то мама вдыхала. И на несколько больше счетов, например, на пять или шесть она выдыхает. Через какое-то время мысли успокоятся и считать уже будет не нужно. Она просто будет размеренно, комфортно дышать. По поводу положения тела выбирайте то, которое вам комфортно. Не нужно нахаживать схватки, не нужно шагать по лестницам и специально приседать. Если вам хочется лежать, отдыхать, лежите. Если вам хочется находиться в колено-локтевой позе, находитесь на здоровье. Если вам вы отлежали бока и захотели походить или порисовать разом круги, или посидеть на мяче, фитболе или даже на унитазе, пожалуйста, вы в любой момент можете это сделать. У нас даже клиническими рекомендациями рекомендовано свободное поведение женщины как в первом периоде родов, так во втором. А есть что-то такое, Майя, чего в роддоме лучше не делать, чтобы потом от досады и обиды локти не кусать? Интересный вопрос. Наверное, не стоит стесняться. Достаточно часто женщины беспокоятся о том, как они выглядят, и не помешают ли они кому-то. Вот здесь очень важно помнить, что у вас нет в родах задачи быть социально приемлемой, у вас нет в родах задачи быть удобной для всех остальных, потому что все остальные заняты своими делами или своими родами. Но у вас есть точно задача быть доброй, надежной мамой для своего ребенка, помогать ему. Поэтому, если вам хочется, звучать, звучите. Если вам жарко, и, ну, конечно, если это одноместная палата, открывайте окна, выключайте свет, становитесь на четвереньки, включайте музыку. Делайте так, как вам комфортно, чтобы потом не жалеть, чтобы вы все свои роды положили под ноги другим людям. А еще по необходимости пейте и кушайте, потому что, к сожалению, до сих пор часто запрещают, а истощенная, обессиленная женщина, она, конечно, качественно рожать не сможет. Мать, чудесно. Спасибо вам большое за то, что вы не только копите знания и опыт, но еще и делитесь ими. Я всех наших зрителей приглашаю в ваш блог в Инстаграме, для того, чтобы они смогли подробнее изучить вашу информацию, то, что мы не смогли, не успели сегодня в программе озвучить. И желаю вам успеха в вашей важной работе. Благодарю. Всем желаю счастливых родов. Про беременность, роды, восстановление после них и уход за младенцем в маминой школе уже очень много полезных рекомендаций. Пересмотрите все выпуски на Ютьюбе, соберите важную информацию, и пусть она поможет вам и вашему ребенку. Это была программа «Мамина школа». Мы увидимся с вами на следующей неделе, и будем растить здоровых и счастливых детей вместе.